Временно исполняющий обязанности начальника Генштаба Вооруженных Сил Армении стал его первым заместителем – Камука Чунц. Количество зданий, поврежденных в городе Степанакерте в результате военного вторжения Азербайджана в Арцах в 2020 году составляет 5309. Ремонт и восстановление 4258 из них осуществляет Министерство градостроительства Республики Арцах. В Республике Арцах в 2021 году родился 1541 ребенок, 779 мальчиков и 762 девочки. В течение года в Арцахе было зарегистрировано 22 рождения двойняшек. В Министерстве экономики Армении создана рабочая группа по переносу существующего бизнеса из других стран в Армению и созданию нового бизнеса. Речь идет о предприятиях России и Белоруссии. Для оказания поддержки предприятиям существует адрес электронной почты быстрого реагирования, на который вы можете отправить свои вопросы по адресу. Все вопросы будут переданы специалистам Министерства экономики и Центра поддержки инвестиций Республики Армения при Министерстве экономики, которые будут полностью поддерживать открытие новых предприятий в Армении и все процессы релокации и интеграции существующих предприятий. В Ереване открылся шоурум бизнеса Рязани. Порядка 700 видов товаров и свыше 62 рязанских предприятий на протяжении двух месяцев будут представлены в экспоцентре Еревана. Организаторы, а также представители Рязанской области уверены, это станет стимулом для развития торговых и экономических отношений между Россией и Арменией. Армянская компания Pixart объявила об открытии новой штаб-квартиры в Майами, штат Флорида, США. Напомним, Pixart также имеет офисы в Москве, Пекине, Токио, Лондоне, Нью-Йорке, Бангалоре, Торонто и Глазго. Штаб-квартира и главный офис находятся в Ереване, где работает более 600 разработчиков. Работы по капитальному ремонту Аштаракского магистрального канала скоро завершатся. После ремонта 745 метров будут решены проблемы потери оросительной воды, безопасности зон отдыха. На подобные строительные работы в семи регионах вложено около 50 миллионов долларов. Фабрика «Вернисаж истории». Сувенирная продукция исторической направленности, символика Армении, изделия из литиевого камня и бронзы, собственное производство и 3D-лаборатория. Онлайн-заказ на сайте вернисаж-history.ru Выставки стали неотъемлемой частью жизни Арцаха. Сегодня в Степанакерской картиной галереи состоится выставка Айка Акопиана. На первой персональной выставке молодого арцахского скульптора Айка Акопиана вниманию ценителей искусства было представлено более 50 его работ, в их числе рисунки, портреты, картины и скульптуры, в которые он вкладывает всю свою душу. На открытии мероприятия выступила директор галереи Елена Дадоян, поздравив автора с первой выставкой работ в Степанакерте. Айка Акопиан – уроженец города Степанакерта. Он окончил Ереванскую художественную академию, принимал участие в симпозиумах, на выставках, также была организована персональная выставка в городе Ереване. Также на мероприятии выступил доктор геологических наук Григорий Габриэлянц, в своей речи отметив уникальность индивидуальности и талант юного скульптора. Я достаточно давно слежу за творчеством Айка Акопиана. Он очень интересный творческий человек, он талантливый человек, и его работы характеризуются тонким чувством камня. Он ощущает в камне дух, он всегда как бы разговаривает с камнем, ощущая его, что это живое существо, которое должно ему подсказать, что оно может, что из него может вырасти, что может получиться. Работы молодого скульптора не оставляют равнодушным никого, кто хоть раз имел возможность увидеть эти произведения и искусство. Заместитель директора французского журнала «Ля Фигаро» Жан-Кристоф Бюйсон высказал свое отношение по переносу гонок «Формулы-1» из Сочи в Турцию. Плохая шутка дня. Международная автомобильная федерация отменяет запланированную гонку «Формулы-1» в России и рассматривает возможность ее переноса в Турцию. Авторитарная страна, отрицающая армянский геноцид, которая отправляла исламистов азербайджанцам против арцарских армян, над кем мы издеваемся? До начала войны заводы Украины проводили капремонт и модернизацию нескольких МиГ-29 Азербайджана. Сейчас завод уничтожен, и все МиГ-29 тоже. По нашей информации, в результате удара Вооруженных сил Российской Федерации было уничтожено 4 МиГ-29 ВВС Азербайджана. Российско-Армянский университет готов принять российских студентов, притесняемых в Европе из-за операций в Украине. Об этом сообщил ректор Российско-Армянского университета Армен Дарбинян. Сегодня он обсудит вопросы с уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой. Недопустимо вовлекать систему образования в геополитические игры. Вдвойне прискорбно, если такое допустили в Европе. Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, один из лидеров армянского лобби Адам Шиф сделал заявление в память о жертвах армянских погромов в Сумгаите в 1988 году и в Баку в 1990 году. Более того, агрессия против Армении и Арцаха продолжается и сегодня. Пленные по-прежнему незаконно удерживаются в Азербайджане и подвергаются пыткам. Религиозные и культурные памятники армян на оккупированной территории под постоянной угрозой. По мнению Адама Шифа, США должны прекратить оказание помощи Алиевскому режиму, помогать укреплению демократии в Армении и свободному независимому Арцаху. А на популярном нидерландском сайте Communications Unlimited опубликована статья, в которой рассказывается о страшных преступлениях Азербайджана против армян в Сумгаите и других городах. Статья вышла под названием «Резня в ответ на самоопределение. Сумгаитская резня 1988 года как проявление антиармянской политики Азербайджана». Почему Грузия отказалась вводить санкции против России? В Киеве поспешили назвать это предательством. Мы приведем цифры, которые объясняют очень взвешенную политику Тбилиси в этом вопросе. Грузинский импорт из России уже перевалил за миллиард долларов в год. Только грузинского вина в России ежегодно продается на сумму почти в полмиллиарда долларов. В 2021 году Грузию посетили 213 тысяч российских туристов. Гастарбайтеры и проживающие в России грузины ежегодно перечисляют в Грузию примерно 500 миллионов долларов. Подсчитано, что за последние 8 лет Грузия получила из России 12 миллиардов долларов. Лишаться всего этого в Тбилиси, естественно, не хотят. Армению перспективы постепенного восстановления российско-грузинских отношений однозначно устраивает. Как в геополитическом, так и в экономическом плане. Армения в этом заинтересована как никто другой с учетом торгового коридора Армения-Грузия-Россия. Турки и Босфор – ворона и сыр. Турция не будет пропускать военные корабли через Черноморские проливы. Об этом заявил глава турецкого МИД Чавушоглу. Прежде всего, это удар по России, которая не сможет перебросить свои средиземноморские суда в Черное море. А что же турки? Анкарой руководят исключительно шкурные интересы. Но уже очевидно, что закрытие проливов станет крайне враждебным шагом. Даже если Москва ограничится запретом турпотока, то это станет серьезным ударом по и без того шаткому экономическому положению турок. Еще один неприятный для турок сюжет в контексте российской спецоперации. Это сбитые байрактары украинской армии. Потому что срывается такой масштабный и пропиаренный проект, с помощью которого Турция зарабатывала неплохие деньги и репутацию. То, как российские средства ПВО один за другим сбивают байрактары на Украине, ее системы РЭП ставят помехи для этих дронов, не может не влиять на дальнейшую раскрутку этих аппаратов. Танкян обвинил Запад в лицемерии, напомнив о войне в Арцахе. Солист американской рок-группы System of a Down армянского происхождения Серж Танкян высказался о поведении стран Запада во время 44-дневной войны в Арцахе. Танкян отметил, что позиция Запада в отношении событий на Украине и в Арцахе разная. По словам певца, это лицемерие. Что сделал Запад, когда Турция вторгалась на Кипр, в Сирию и в Арцах? В 2020 году Турция присоединилась к Азербайджану во время нападения на мирные населения Арцаха, где с давних времен проживали армяне. Это закончилось тяжелым гуманитарным кризисом и депортацией армян с их исторической родины. Большая часть территории Арцаха находится под азербайджанской оккупацией, а живущие там и в Армении армяне подвергаются постоянным нападениям со стороны Баку, подчеркнул певец. Аделия Петросян выиграла короткую программу в финале Кубка России среди юниоров по фигурному катанию в Саранске. Она выступила без ошибок и получила 71,61 балла. Борцы греко-римского стиля, представляющие Армению, успешно выступили в международном турнире в Тегеране. В столице Исламской республики Иран завершился международный турнир по греко-римской борьбе, в котором соревновались и армянские борцы. Трое из десяти борцов, приехавших на турнир, завоевали медали. Давид Уасапян стал вице-чемпионом турнира. Армен Меликян и грача Погусян завоевали бронзовые медали. Сделали лучше, чем обещали. Югстрой Империал Меликян и грача Погусян завоевали бронзов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин